Когда прошлое аукнется в будущем, на этой неделе всем россиянам стало понятно, что разгребать все эти последствия нам придется еще, скорее всего, очень-очень долго. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Мидия и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Продолжайте, я заинтригована. Крысы, которые обычно бегут с тонущего корабля, как правило, предвещают его скорую гибель. Интересно, а что предвещает бегство из страны российских звезд? На этой неделе количество убегающих снова пополнилось. Одной из первых была дочка знаменитого Собчака. Правда, она попыталась уверить общественность, что вылетает в Турцию, и эта поездка была запланированной. Вслед за ней, но в другом направлении, улетела Пугачева. Говорят, что это либо США, где живет ее дочь, либо Израиль. Прихватила ли она с собой своего Галкина, не уточняется. Но после того, как Максим озвучил свою позицию относительно Украины, часть его фанатов тут же сдала билеты на его концерт обратно. В Париже были замечены Земфира, Рената Литвинова и ведущий модного приговора Александр Васильев. Кстати, его ситуация с санкциями задела больше всего, но только как ведущего шоу. Потому как говорить о модных веяниях без отсыла на Италию или Францию историк моды не умеет. Но это не страшно, Александр. Учитесь жить в новых условиях, где моду будет диктовать Китай и белорусский трикотаж. Хотя и Китай, возможно, тоже отпрыгнет. А почему? Смотрите в субботнем выпуске программы, которую мы уже загрузили на Ермак Медиа. Ссылку оставим в описании. Но вернемся к оттоку селебрити. Все ранее указанные персонажи в своих соцсетях поспешили сообщить, что покидать родину навсегда не собираются. У кого-то поездка чисто отдых, у кого-то лечение. Но нашлись и те, кто честно признался бежать из России и заставила нужда. Режиссер Дылды Кантемир Балагов не сообщает свое местонахождение, но утверждает, что будущее в России он потерял. В Латвии эмигрировал критик Антон Долин и Эммануил Виторган, туда же Тюлпан Хаматова. А в Америку уехал Леонтьев. Там у него недвижимость. Как по мне, так по-моему, это все как-то неправильно. Вот взять ту же Пугачеву, дочь с внуками, которой живут в США. И Леонтьева, и Арбакатти вырастила Россия. Да и деньги на поддержание штанов им выдали исключительно россияне. А при первой опасности они бросили все и уехали в недружественную страну. Так вот как? Объясните мне, как это стало возможным? И на чьей стороне эти люди живут в США, поднимают уровень ее экономики. А как только деньги заканчиваются, возвращаются в Россию и за своим лезут именно в карман к соотечественникам. Так чью же родину они сейчас предают? Ту или эту? И что, наконец, означает их скорый отъезд? Особенно в свете последних событий, где свои уши на политической арене вновь показал экс-президент Америки Дональд Трамп. РИА Новости приводит слова политика о возможности Третьей мировой войны и предупреждает о серьезности ядерной угрозы. Ну, типа потому что Америку больше не уважают. Опачки, друзья. По-моему, в США тоже не все так ладненько, особенно с учетом их последней инициативы. Вы, наверное, в курсе, что местный госдепартамент посоветовал своим гражданам, отбывающим на территории Украины, обязательно составить завещание и сдать образцы ДНК в медицинских учреждениях. Также ведомство настаивает на описании пожеланий относительно собственных похорон. Вот это забота о гражданах. Вот это я понимаю. Но я бы порекомендовала отправляющимся также заполнить анкету на предмет здоровых в организме органов. Надеюсь, вы поняли, для чего. Озвучивать не буду, и бабан не дремлет. И вторая новость, касаемая Америки, прилетела снова из Америки. На этой неделе Байден сообщил, что в этом месяце американцы стали беднее благодаря путинскому росту цен. Большой вклад в инфляцию внес рост стоимости бензина и энергоносителей. Это была цитата. Я сейчас не шучу. Причем на полном серьезе Байден также подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в Америке, россиянам сейчас еще хуже. Вы знаете, мое отношение к тому, когда главы государства меряются то погибшими, то качеством херовой жизни, я по-прежнему считаю, что это не то, чем можно гордиться. Особенно подобного я не ожидала от Америки. Это вроде как бы российская действительность радоваться тому, что у соседа корова сдохла. Но факт остается фактом. Примем суровую действительность и смиримся с виной за рекордную за последние 40 лет инфляцию в Америке. Я напомню, санкции против нас ввели именно они. Они же от них и пострадали, а крайние все равно россияне. Интересная закономерность. В их стране в инфляции виновата Россия, а в нашей стране в разбитых дорогах и обоссанных подъездах Байден. Друзья, по-моему, здесь закручивается что-то мега интересное. Запасайтесь попкорном и устраивайтесь поудобнее. Готовы? Тогда поехали! На этом месте сейчас должны были быть красавицы из отряда Путина, но кто-то из вас в прошлый раз попросил не ставить их больше в эфир, поэтому слушаюсь и повинуюсь. За цирком предпочитаю наблюдать издалека. И да, вангую в этом вопросе ваши сравнения меня с пропагандистами. Согласна, что-то общее есть, но просто я не могла бы мне рассказать эту последнюю новость, а потому прошу понять и простить. Не плюй в колодец. На этой неделе стало известно, что благодаря своей политической позиции российский музыкальный медиа «Олимп» покидают украинские певцы. Но не по своей воле. Российская медиагруппа, в которую входит русское радио и музыкальный телеканал «РУ-ТВ», приостанавливает сотрудничество с украинскими музыкантами, в число которых вошли Иван Дорн, Максим Барских, Потап и Настя, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и некоторые другие. Русское радио сегодня слушают 20 миллионов россиян, и презрительное отношение указанных лиц к русским слушателям, по мнению холдинга, просто недопустимо. А я вам больше скажу, это мнение не только холдинга. Лично я тоже считаю, что таким особям, как Макс Барских, после его слов относительно моей родины, какой бы она ни была, нужно не просто закрыть вход на сцену, но и въезд в Россию. Знаете, есть такая фраза, если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Вот тут как раз тот случай. Если Барских не понимает, что спецоперацию в России поддерживают не все россияне, а поливать грязью начинает абсолютно всех, то скатертью дорожка. Конечно, я понимаю, что каждый человек имеет право на свое мнение, и украинские певцы не исключение. Но ведь высказать его можно без оскорблений и вовсе не в той форме, что высказал автор песни «Теряю тебя». Похоже, не просто так Барских написал свою песню. Видимо, фанговал, что российские деньги он теперь потеряет и уже навсегда. И ладно, если отделается потери только денег, а не зубов. Ты не перепутал, кто здесь на самом деле дырявый? Ты ничего не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Забыл? Рано или поздно все это закончится. И мы с тобой обязательно увидимся, ведь земля круглая. Я обязательно при встрече покажу тебе, кто на самом деле дырявый. Кстати, про потери. На этой неделе президент России подписал указ, которым дополнил два федеральных закона о банках и банковской деятельности и закон о противодействии коррупции. Согласно новой редакции, теперь суд получил возможность взыскивать денежные средства с банковских счетов чиновников, если их сумма превышает их официальный доход за последние три года. Ну, или госслужащий должен объяснить возникновение у него денег. Но этого президенту оказалось мало, и он разрешил суду изымать деньги даже за счет от членов семьи чиновника. Опачки, вот это поворот. Особенно с учетом того, что инициатива эта была внесена на рассмотрение в Госдуму еще в марте прошлого года. А вот подписать указ руки у президента дошли только в этом. Больше, конечно, все это похоже на популизм, потому как, ну, кто из них держит коррупционные деньги на своих счетах? Они их либо аккумулируют на чужом имени, либо благополучно конвертируют во дворцы и яхты, которые, кстати, тоже давно записывают на номинальное лицо. И вот такие случаи закон не предусмотрел. Я, конечно, понимаю, что денег у нашей страны последний вагон, и надо как-то население поддержать, и назад лет на 30 не откатиться. Но, по-моему, схема эта не рабочая. Зато, насмотревшись на нашу национализацию иностранных предприятий, о которой я также рассказала в субботнем выпуске, по этому же пути решил пойти и президент Украины Владимир Зеленский. В четверг он подписал закон о принудительном изъятии российской собственности, находящейся на территории Украины. Причем конфискация будет проходить без какой-либо компенсации, а объекты для управления уже ожидает специально созданный госорган. На момент записи программы официального комментария от России не последовало. То ли не так уж это страшно, то ли единственное, что у нас можно забрать, это газ, проходящий через газопровод Украины. Российская пропаганда докатилась и до школ. На этой неделе стало понятно, что открытому уроку, посвященному спецоперациям на территории Украины, все же быть. Ранее об этом сообщила небезызвестная Мария Захарова. Буквально за сутки департамент образования собрал всех учителей истории и общества знания на онлайн-встречу, в ходе которой Захарова и озвучила то, что нужно вливать в российских школьников. Спецоперация, по мнению инициаторов урока, началась по причине продвижения НАТО границам России. Это, в свою очередь, создавало угрозу нападения. И тогда наши войска нанесли предупредительный удар. И все бы вроде бы ладненько, если бы не одно «но». Мы то принимаем превентивные меры, то спасаем мир от нового биологического оружия. Не успела Россия оприходовать открытый урок, как появилась новая версия спецоперации. И теперь она гласит так. Украина собиралась применить биологическое оружие в виде возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Все эти напасти соседи собирались подкинуть нам из своих биолабораторий. Но каждый вирус был уничтожен в ходе спецоперации. Я вот только одного не понимаю. Допустим, Украина скинула на нас холеру. Мы заболели, заразили их лободу. Она привезла заразу обратно на родину. Вымерли два государства. А профит в чем? И главный вопрос – для кого? Но, возможно, мысли есть у вас. Пишите в комментариях, к какой версии лично вы склоняетесь больше всего. Кому верите, к какой позиции придерживаетесь. И да, давайте постараемся без обвинений и угроз. Все-таки, если мы здесь сегодня собрались, то предлагаю выслушать всех и каждого. Спасибо вам за обратную связь. Ну и увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.